Изменить размер текста В этот четверг стало известно о прибавлении в семье Светланы Лободы. Певица во второй раз стала мамой. У нее – вторая девочка, имя которой пока мы не знаем. Малышка родилась крепенькая, со стандартными параметрами – 3,48 км. Светлана Лобода на сцене фестиваля «Новая волна», осень 2017 года. Фото, Евгения Гусева, певица сейчас приходит в себя после родов в элитной клинике Лос-Анджелеса, Сидар Синай. Таких крох надо кормить каждые два часа, поэтому пока это является основным занятием Лободы. Артистка поделилась с нами трогательным фото своей малышки у груди. «Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным», – написала под фото Светлана. «Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным» – сейчас певица переживает последние спокойные денечки, уже в скором времени она скоро окажется в строю. На 8 июня уже намечено ее выступление на премии Муз-ТВ, которая станет первым после ее родов. А в июле она уже отправится в тур. Также мы ждем ее появления на фестивале «Эмина Жара», который пройдет в Баку с 26 по 29 июля. Напомним, что у 35-летней Лободы подрастает дочь Евангелина, которую она родила от хореографа Андрея Царя. Отцом новорожденной малышки называет 55-летнего Тилля Лендиман, солиста немецкой группы «Раммстейн». С ним Светлана познакомилась на фестивале «Жара» в Баку летом 2017 года и, по слухам, между артистами вспыхнул роман. Вокалист группы «Раммстейн» Тилля Лендиман и Светлана Лобода на вечеринке фестиваля «Жара» июль 2017 года. Фото, Евгения Гульсева. Читайте также Светлана Лобода родила дочку после романа с солистом «Раммстейн». Беременность одной из главных артисток нашей страны была невероятной интригой. То вроде ждет ребенка, то вроде нет. Плюс сообщение о том, что счастливым отцом станет Тилля Лендиман из «Раммстейн» поразило поклонников Светланы. Лобода мало говорила на эту тему, лишь подтвердила слухи на премии «Жара» весной этого года. А через какое-то время уехала в Америку, готовить новый альбом и рожать. Подробности, интервью Светлана Лобода, ни один богатый мужчина не выдержит такую сильную женщину, как я. Одна из самых популярных певиц. Пришла в эфир радио «Комсомольская правда», 97,2 FM, чтобы рассказать, как ей удалось всех покорить, насколько сложно быть в топе и реально ли совмещать личную жизнь с бесконечным гастрольным графиком, подробности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok